МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает программа новости 24. Сегодня ее ведущий Язов Родиль Гиреев. Кто следующий? Задержан замглавы руководителя администрации главы и правительства Исмаил Эфендиев. Как живут люди в отдаленных селах горных районов и почему они покидают родные места? Новости ННТ начинают проект «Забытые аулы». Махачкала становится центром театрального искусства. Столица в пятый раз открывает свои двери Международному фестивалю русских театров. В Дагестане продолжается антикоррупционная зачистка. Накануне был задержан замглавы руководителя администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По информации следствия, Эфендиева взяли в рамках дела, по которому проходил бывший первый зам предправительства Дагестана Рамазан Алиев. Советский суд Махачкалы принял решение задержать Эфендиева на 10 суток. Программа «Материнский капитал» вероятно будет продлена. Об этом заявила в интервью РИА Новости вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Она пояснила, что демографическая обстановка в стране нестабильная. Обнароданные в начале года данные Росстата зафиксировали самое глубокое падение рождаемости в последние три года. В 2017 году малышей родилось на 10% меньше, чем в 2016. Голикова добавила, что маткапитал – это высокий стимулирующий фактор для семьи. Кроме того, с 1 января 2019 года запускается 12 национальных программ, среди которых есть и демография. Она предлагает дальнейшую поддержку семей, в том числе адресные выплаты, льготную ипотеку и трудоустройство многодетных женщин. В России хотят упростить досмотр транзитного багажа. Об этом сообщает ряд СМИ, ссылаясь на представителей российских аэропортов. Для более быстрого обслуживания предлагается отменить повторный досмотр трансферных пассажиров и багажа. Таким образом, очереди при пересадках должны стать меньше. Данную инициативу обсуждают в правительстве и Минтрансе. Такую меру могут принять, если Россия заключит соглашение о взаимном признании норм безопасности со странами-членами Международной организации гражданской авиации. В первую очередь предлагается подписать соглашение со странами Евросоюза, Китаем, США и Израилем. Идею уже поддержали в Шереметьево, Домодедово и в Международной ассоциации аэропортов. О проблеме оттока сельских жителей в города говорят давно и на разных уровнях. Однако, как сделать так, чтобы люди не покидали обжитые предками родные места, пока власти не решили. Отсутствие дорог, качественного медицинского обслуживания и тяжелый быт. Это проблема многих отдаленных горных сел Дагестана. Аул Мерзита, где побывала наша съемочная бригада, не исключение. В продолжение темы сюжет Умы Ибрагимовой. Это село поистине можно назвать самым старым, но не из-за возраста, а из-за условий. Вернее, их отсутствие. Добираться сюда очень тяжело. Дороги в кошмарном состоянии. Печи все еще топят кизяками. В селе безработица, и поэтому приезжать сюда люди боятся, а уезжать торопятся. Торопятся. Именно поэтому с каждым годом село покидает десятки семей. И если по официальной информации числится в Мерзита 312 жителей, то на деле здесь живут в два раза меньше. Без условий и даже без медицинской помощи мерзитлинцы уже долгое время. Основное занятие здесь – земледелие и скотоводство. По-другому прокормить свою семью невозможно, рассказывают местные жители. Так тетя Патимат уже торопится собрать урожай. Удачно продать мешок картошки – уже какой-то плюс к пенсии. Целенки продаем, коровы продаем. Из этого мы не делаем. То есть свой бизнес, да? Да, вот это, да, вот такой бизнес. Единственное место, где есть работа – это местная школа. Но и тут дела плохи. Детей мало. Посему и есть риск, что некоторые классы вовсе могут закрыть. Вообще не приезжают к вам ученики? Ученики, короче, не приезжают. А наоборот, каждый год отъезжают отсюда. Уезжают, да? Выезжают. Это год почти десятки участников выезжают. В прошлом году было около 40, в этом году уже 30. В следующем году еще, наверное, меньше будут. Чаще всего ссылаются на отсутствие условий и на дороги. Вероятно, именно поэтому здесь так и не установили долгожданный памятник. Его, по словам местных жителей, обещали еще несколько лет назад. По приказу нашего президента Путина мы хотели нашим участникам Великой Существовной войны здесь памятник построить. Вот в этом месте, да? Да, в этом месте. Этот камень принесли, у всех имена, фамилии написано. Ну, никто не организовал. То, что выделены деньги, эти деньги тоже пропали. До сих пор памятник тоже нет. Кому обращаться, куда идти и что делать, жители уже не знают. Живут в страхе, что Мирзита вообще может потерять статус села и будет забыто. Но не сейчас пока есть хотя бы несколько человек, которые любят свою малую родину и покидать ее не собираются. Умай Брегимова Магомед Магомедов и Мурат Бекбарзов. Телеканал ННТ. Мирзита. Дахадаевский район. В Махачкале на летней площадке Даг Госфилармонии прошел вечер нашидов от интернет-проекта Умрахадж под названием «Возвращение». Мероприятия почтили своим присутствием муфти Дагестана Ахмад Афанди и муфти Республики Татарстан Камиль Хазрат Самигулин, а также члены правительства Дагестана. Все прошло в теплой атмосфере. Многие пришли в зал целыми семьями. Перед зрителями выступили самые известные исполнители нашида в республике. Также ценными знаниями поделились ученые-богословы. Здесь же были определены обладатели путевок на поездку в Малый Хадж. Стоит отметить, что одна из победителей из конкурса подарила свою путевку матери. Всего было разыграно три путевки. Умрахадж – это интернет-проект в социальной сети Instagram, предлагающий возможность всем желающим участвовать в конкурсе. Это уже второй проект «Вечер нашидов-2». И особенность его в том, что мы ее приурочили к возвращению опаломников с Хаджа. И также порадовали тех людей, которые не имеют по тем или иным причинам возможности приобрести путевку. Мы разыграли от проекта «Умрахадж» несколько путевок на Умра. Были еще дополнительные призы. Часть вырученных средств, кстати, пойдет в благотворительный фонд «Инсан» в поддержку акции для детей больных с синдромом бабочки. Само мероприятие направлено исключительно для того, чтобы дать возможность людям почувствовать, что у них всегда есть право выбора. Если кто-то против концертов, он всегда может пойти на «Вечер нашидов» без проблем. И мы будем развивать эту программу. И совсем скоро, быть может, мы создадим еще более уникальные проекты под брендом «Вечер нашидов». Все это в перспективе. А сегодня я поздравляю всех, кто был на этом мероприятии, всех, кто увидит это уже по телевизору. На телеканале ННТ состоится премьера этого прекрасного мероприятия. На базе Дагестанского института развития образования начали работу курсы повышения квалификации для преподавателей религиозных учебных заведений республики. Инициатива принадлежит Министерству образования и науки республики и Муфтиату Дагестана. Для максимального охвата учащихся недельные курсы проходят в двух потоках. Цель данного проекта – содействие возрождению традиционной отечественной богословской школы. По замыслу организаторов, вне зависимости от профиля, все педагоги и духовные наставники являются участниками единого образовательного пространства. Именно они несут ответственность за формирование образованного, воспитанного в патриотическом духе молодого человека. Мы понимаем с вами, что религиозное образование имеет определенную специфику. Тем не менее, мы являемся гражданами светского государства, государства, которое имеет законодательство, которое имеет стандарты. И важно, чтобы в своей деятельности религиозные учебные заведения также без проблем могли соблюдать эти требования. Наша главная цель – это повышение качества преподавания преподавателей и медресе. И с этой целью их будем изучать по их просьбе, по их предложениям, по соответствии с программой, которые мы составили. Там есть и методика преподавания, там есть новые педагогические технологии, которые используются сейчас. Прежде всего, это информационно-коммуникативные технологии. Там есть и законодательство области образования, там есть и психолого-педагогические сопровождения учебного процесса. 15 творческих коллективов, в числе которых труппы из Азербайджана – Грузии, Албании, Москвы, Германии и Швеции – выступят со своими спектаклями в Дагестане. Пятый международный фестиваль русских театров пройдет в республике со 2 по 9 октября. О программе мероприятия журналистам рассказали на пресс-конференции, прошедшей в театре имени Горького. «Сны Гамлета», «Рождественский романс», «Метель» и прочие постановки будут оцениваться известными деятелями культуры, среди которых Нина Мазур, Николай Жегин, Валерий Подгородинский и другие. Конечно, очень большое культурное событие, которое даст огромный рост духовного понимания вообще и воспитания нашей молодежи и наших жителей республики. И эта творческая лаборатория, которая дает обмен нашим всем дагестанским театрам с театрами Кавказа, с приглашенными театрами из Санкт-Петербурга, из Москвы, из Албании. Организаторы также отметили рост интереса дагестанского зрителя к театру и культурной жизни республики. Поэтому фестиваль обещает стать большим праздником для гостей и жителей Махачкалы. Далее представляем вашему вниманию краткий обзор новостей. Два землетрясения произошли за сутки в Дагестане. Первый подземный толчок произошел в Каспийском море. Эпицентр находился недалеко от Кайкенского района. Магнитуда землетрясения составила 3,9 балла. Другой толчок магнитудой 3,5 балла был зарегистрирован близ Кизилюрта. Никаких данных о пострадавших и разрушениях нет. Отметим, что не так давно на территории республики сейсмологами были зафиксированы и другие подземные толчки. Представительство Италии появится в скором времени в Дагестане. Генеральный консул Италии в СКФО Пьер Паоло Ладиджане назвал нашу республику привлекательной для открытия представительства, так как отсюда консульство сможет обеспечить работу в Калмыкии и Астраханской области. Властями Дагестана уже озвучивалась готовность республики к сотрудничеству с итальянскими партнерами в строительной отрасли сфере сельского хозяйства и медицине. Обеспеченность льготников лекарствами в Дагестане выросла более чем в 4 раза. В настоящее время около 50% льготников обеспечены необходимыми бесплатными препаратами. Для сравнения, в прошлом году эта цифра достигала лишь 11%. Добиться таких результатов удалось за счет увеличения финансирования из федерального бюджета более 1 миллиарда рублей. Удалось полностью обеспечить лекарствами детей, страдающих с сахарным диабетом и примерно 40% больных, страдающих раком молочной железы, хронической почечной недостаточностью и ревматоидным артритом. Всего в республике на данный момент числятся более 500 тысяч льготников. Более 106 миллионов рублей выделено муниципалитетом Дагестана для обеспечения детей-сирот жильем. Об этом на заседании правительства заявила в Рио министр образования и науки республики Умпазиль Амарова. В ближайший месяц жилье получит 144 человека. Всего же в этом году на эти цели направят более 257 миллионов рублей. Это позволит обеспечить жилыми помещениями 313 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уже завтра в Махачкале откроется масштабная специализированная строительная выставка. Строительство, архитектура и инновации представят более 30 участников самых крупных строительных компаний. В павильонах будут выставлены работы проектировщиков, дизайнерские решения и другие элементы ремонтных работ. В рамках выставки планируется также презентация новой бизнес-компании. Современная тенденция такая, что региональные выставки должны будут проходить бизнес для конечного клиента. Чтобы люди, как обычно у нас принято в России, ярмарки, выставки, ярмарки. То есть формат выставок, ярмарок. Чтобы люди приходили как бы на праздник. Получили многие эмоции. И от покупок. От того, что здесь есть такой элемент, определенный шоу. Розыгрыши, ценные подарки, скидочные купоны от представительных фирм. Это и многое другое ждет посетителей. Выставка-ярмарка стартует уже завтра в Национальной библиотеке Республики имени Расула Гамзатова и будет проходить в течение трех дней. В Махачкале дан старт ежегодной мини-футбольной лиги среди выходцев Шамильского района. Призовой фонд в размере 100 тысяч рублей, а спорят 16 команд-участниц. Первый игровой день сезона посетила и наша съемочная группа. Открывать турнир выпала честь фаворитам. Уже в первом туре сошлись действующие чемпионы из Го-Готля и прошлогодние призеры из селения Хучада. Принципиальная встреча прошла в упорной борьбе с изобилием голов, но и тут более точными оказались чемпионы. Итоговый счет встречи 5-2. Играм предшествовала церемония открытия. Ее посетили руководители района, общественные деятели и известные спортсмены. Участникам напомнили о целях проводимого турнира и пожелали честной, бескомпромиссной борьбы. Бывают различные характеры мероприятия. Футбол, волейбол, игры, брейеринг. Потом различного характера, конкурсы бывают, религиозного направления и всякого рода. Но я более чем уверен, что именно такого характера, такого рода мероприятия, они способствуют для объединения молодежи. Мы замечаем это, например, и тоже многие, есть сельчане, которые друг друга не знали на таких мероприятиях. Они узнают друг друга, познают и все целый район друг друга знает и уважает. И получается наша цель объединять район и этим мы объединяем республику, все районы. Турнир за 6 лет уже стал традиционным. С каждым годом растет уровень его организации. Игры проводятся в формате 5 на 5 в 2 тайма по 15 минут. Матч обслуживают судьи республиканской категории. Трансляция турнира ведется в прямом эфире в сети интернет. Мы знаем, что спорт это не только здоровый образ жизни, но и альтернатива пагубным явлениям, таким как алкоголь, табак, наркотики. И чем больше будет таких мероприятий, чем больше молодежь будет участвовать в спортивной жизни, тем меньше будет у нас вот таких пагубных явлений. Поэтому еще раз огромное спасибо организаторам. Надеюсь, что в дальнейшем этих турниров будет гораздо больше и гораздо интереснее и эффективнее. Игры чемпионата Шамильского района будут проходить еженедельно по выходным. Победители и призеры определятся весной следующего года. Курбан Рагимов, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Музей спортивной славы Дагестана торжественно открыли накануне в Махачкале. Экспонаты, в числе которых награды, спортивная атрибутика и другие уникальные материалы, расположены на втором этаже здания Минспорта Республики. В экспозиции музея несколько тематических залов. Они посвящены развитию спорта в Дагестане за самые разные периоды. С дореволюционных до наших дней. Среди наиболее интересных экспонатов – туфли 64-го размера богатыря Османа из Кикуни. Есть также раздел, касающийся проведения чемпионата Европы по спортивной борьбе и многое другое. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова